ну что здорово народ еще раз уже в третий раз вот наш раствор ну понятно что сейчас весь этот раствор подвергать восстановлению очень опасно можно запороть и потом уйдем в цементацию опять там все эти промывки про травки черти что короче и все неоднородные сегодня однозначно целая история я не хочу это связываться и так уже как вы понимаете это все занимает время поэтому я сейчас решил прицом сколько-нибудь там пробирочку накидая миллилитров 5 10 и потом восстановителем в эту пробирку если платина восстановится значит раствор достаточно чистый можно спокойно начинать работать если же все будет плохо и восстановление не произойдет то придется точить этот раствор в лабораторию там чистить аммиаком и прочее 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 короче дело может затянуться поэтому я надеюсь и и давайте мы с этого и с этого места и начнем продолжать вот я подготовил штатив с пробиркой так и можно еще чуть-чуть вот так всем хорошо видно да замечательно открываем берем шприц и самую макушечку об этом у одного шприца будет достаточно даже наверное можно чуть чуть выше поднять то есть что у нас должно произойти при восстановлении платины у нас должен какой-то оранжевый осадок упасть на дно раствор должен остаться цвета палладия цвета чая да или кофе кому как угодно ну что давайте попробуем так еще раз резкость проверим все хорошо видно и давайте капли 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 2 миллилитра восстановителя ждем 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 палочка мешалочка ну возможно 2 миллилитров мало давайте побольше ждем еще ждем 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 ну что товарищи восстановление в общем то произошло с тем что раствор сильно разбавлен понятно что реакция не очевидная но смотрите остаточный раствор приобретает характерный цвет ну конечно слабый да но посмотрите что на дне пробирки ну значит так принимая такое решение решение значит простое раствор в лабораторию не несу еще раз его фильтрую на всяк случай эту бодягу каким-то образом промывая сюда же присоединяю и потом восстанавливаем из раствора платья замечательный план никто не против я не против давайте таки поступим а сейчас я этот отвертую этот этот про мою тоже отвертую и все на этом ну что товарищи прошло еще некоторое время меньше суток и вот наша пробирка здесь значит пузырьки какие-то ладно раствор как видите сильно разбавлены получается палладиевого цвета и вот что у нас на дне наде у нас однозначно осадок платины порошок морковного цвета вот соединила и все все растворы не пугайтесь что его так много это колба в два раза меньше той которые предыдущей части сюжета была фильтрация заняла колоссальное время ну вот раствор буквально холодный вот просто как какое есть и вот тут у нас вы прям практически ровно 250 и давайте начнем так чем же мы будем восстанавливать понимаю что этот препарат не у каждого есть и не каждый его может достать просто так а покупать как как известно никому не интересно поэтому есть вариант хороший зацементировать этот раствор все что выпадет тщательнейшим образом все это промыть прокипятить в дистиллированной воде несколько раз со спиртом с чем угодно короче надо избавиться от от хлора в растворе и потом можно быть азотной кислотой этот осадок растворить палладий растворится платина останется на дне ну какая там будет чистота это вообще в принципе не важно для первого раза так сказать черновую сама то зато будете в руках держать вот палладий а вот платина ну так вот чем же мы будем восстанавливать восстанавливать мы будем вот таким препаратом аммоний хлористый также вызывает хлористый аммоний и много еще всяких научных названий ну вот аммоний хлористый по идее надо конечно растворять воде но тут воды и так много больше половины это вода думаю что ничего страшного не случится вот столичка возьмем для начала и начинаем чтоб не шипела не пыхтела и не пузырилась возьмем нашу волшебную палочку трах тибеток тибеток без волшебной палочки чудо не получится понятно что восстановителя мало продолжаем присыпать вообще между нами говоря я не знаю что должно вас побудить заняться вот подобной подобной историей я это делаю просто и спортивного интереса никакого практического применения вот это все не имеет сдать платину или палладий виде порошка не знает наверно крайне сложно может быть даже невозможно поэтому если у вас есть что-то такое интересное советские камки или еще что-то то будет самое надежное просто сдать как есть восстановление началось раствор перестал быть прозрачным вот видите он уже такой мутноватенький продолжаем затыкаем вверх и даем постоять чтоб склынуло потому что видите началось пузырение что свидетельство это реакции восстановления ничего просвечивает что же хорошо пузыри идут так активно нарастает поэтому надо быть очень внимательным не спешите куда уже спешить если весь этот процесс но понятно с перекурами с перерывами ногу поездку на работу занял почти три недели бесконечные отстаивания фильтрация фильтрация отстаивания в общем те еще хлопоты и надо три раза а может четыре или десять раз подумать прежде чем ввязываться в эту авантюру еще маленечко и так помаленечку помаленечку мы все это дело еще по чуть-чуть и так короче что я планирую сделать с палладием я не знаю сколько тут будет палладия но судя по всему не очень много я его зацементирую как сказал соединю с другим с порошком от другого так сказать опыта и тоже растворим все как водится и после этого мы восстановим его через красную соль палладия назовем это так и там чистота палладия выходит довольно приличная но не девятки конечно но вполне себе уже никакой видимой реакции на восстановитель не происходит не шипит не бурлит пузырьков не пускает возможно все закончилось цвет явно поменялся в сторону коричневого почти не прозрачный ну вот так вот сейчас накидаю уже и все на этом остановим съемку и встретимся еще через часок когда осядет основная масса платины ролик возможно получится очень длинный очень мутный нудный чем может быть этим роликами а кому-то даже отговорю заниматься этим безнадежным делом сейчас оставлю вот так в режиме записи флешки должно хватить на 20 минут примерно и посмотрим что за 20 минут получится у нас ну что прошли у нас еще двое суток вот наша колба и наш раствор как видим он стал абсолютно прозрачным цвет у него коричневый палладий вы полный рост на дне мы видим довольно толстый слой красного вещества и и что интересно вот где палочкой волшебный свои пошоркал по стеклу там тоже присела так нормально полосками такими прикольно ну цвет краснит видимо из-за освещения на самом деле он коричневый что же мы такое получили по итогу а по итогу мы получили раствор палладия ну в известной степени чистого и там вещество соль платины мы должны понимать что это не металлическая платина а хлор платинат аммония его надо значит час отделять лучшие на фильтры потому что он довольно такой летучий палладий отдельно это хлор платинат отдельно и перерастворять его и уже восстанавливать каким-нибудь способом допустим формиатом натрия тоже восстановитель что и для палладия и восстанавливается примерно в тех же условиях ну давайте мы наверное начнем с того что сейчас декантируем верхнюю часть а нижнюю пропустим через фильтр и забегая немножко вперед убедительная просьба этот соль платины руками не трогать и не сушить до до состояния когда она начнет пылить потому что это крайне вредно я бы даже сказал ядовито а может даже канцерогена но не суть важно короче вы вас предупредили давайте начнем вот я приготовил большую колбу для того чтобы потом восстановить палладий восстановить это громко сказано я вам покажу один приемчик очень очень интересно на мой взгляд а сейчас берем шприц и начинаем откачивать все дальше уже не получается но теперь значит делаем фильтрацию и все будет готово все дальше уже